а по ссылочке в описании ты можешь найти набор twitch prime бархатный сезон там ты в аренду получишь chrysler kvk 30 t26 e3 eagle или крупштейн ваффентрагер там награда на выбор также задачи на x5 опыта до пайки день према и главное очень прикольный интересный стиль называется алоха все это ты можешь найти по ссылочке в описании привет всем друзья я решил что одного боя за день вам недостаточно будет красивого поэтому решил показать еще один сыгранный на mx m4 54 тяжелом танки франции 10 уровня это действительно тяжелый танк до в отличие от конь 50b ну как по факту то 50b тоже тяжелый но бронирование башни у него достаточно легкая а вот здесь вот броня присутствует хоть и не всегда хорошо работающая да там надо стоит иногда стоять именно лбом и на лд ху пробивают щеки доворачивать нельзя но казалось бы танчик плохой на типа зачем качать зачем там вот девятка хорошая девятка на своем левеле нагибает а зачем брать десятку говорили мне но когда я брал три отметки на данном аппарате я поставил именно вот эту пушку у него есть две пушки на выбор есть пушка с альфой 400 на которой катались все и все статисты заявляли нет вы чё вы дураки на этой пушки не играйте вот на вот этой вот 560 единиц альфы вы чё там нет пробития да вот надо вот с этой 400 альфы тут и пробитие хорошая стабилизация точно все там есть и дпм по моему около такого же но я еще тогда говорил мне ребят если и покупать этот танк и если вообще катать на этом танке то только вот на таком дрене только на этой пушке и наш сегодняшний герой вольф хард он же эвелик он же зачем-то игравший не совсем честно в одном турнире левши да из-за этого немножечко он подпросил в плане участия в разных движухах но тем не менее да кто не совершает ошибки все совершают ошибки я надеюсь он свои выводы из этого сделал уже давно и ну рано или поздно все равно это забудется все забывается мы же в интернете какой-нибудь никита шотник не даст соврать помним да ладно в общем вольф хард на м4 54 и хороший настрельный сочный бой я даже не знаю пока что комментировать идеально попали в топ в режиме штурм на карте эрленберг я не понимаю тех кто выключает режим штурм солдов по лайку что-то сегодня как-то слишком много отсылок по моему блин слишком много отсылок надо поменьше а то половина зрителей до какой половины 90 процентов зрителей не понимает о чем я вообще говорю вот ладно настреляли 4000 урона уже говорю бой пока что простой единственное что здесь неприятно было то что арта дает пока что вперед-назад вперед-назад не хочется выходить да потому что видите нас из четвертой бэбэшечками пробивает в нлд хон сейчас дал до этого там нам арта еще дала до этого еще что-то где-то получили в общем как-то пытается да видите вот пытается разводить из а4 сразу видно что из 4 там но не самый не самый скилловый игрок поэтому нлдшкой под большими углами его разводит вот вот доворачивает именно большой угол чтобы в нлд было невозможно пробить и раздает к сожалению нету таймера перезарядки в реплее на перезарядку тут в районе там что-то типа 11 секунд там под 12 при альфе 560 это довольно неплохой дпм получается здесь все-таки в каточек решил выцелить перестреливаем аккуратно из а4 боимся единственное что арту ну арта вроде простреливала когда наш герой чуть дальше был а сайт здесь уже не прострелит из 4 стал ваншот нам и стал неинтересным почему потому что во первых чтобы его убивать надо выезжать дальше во вторых ты рискуешь получить там на 440 или там в борта и так далее за 100 хп который ну танчик со 100 хп не особо то там что-то много может делать сейчас конечно мы его побаиваемся но надеемся что он будет аккуратно играть но нет все-таки он неаккуратно играет сейчас отстреливается наш герой хочет еще одну выйти дать очень не знаю как то вот да 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 кстати арта именно сюда простреливает когда были чуть дальше она не прокидывала очень неаккуратно сейчас был подсталь не знаю может 268 откидался я пропустил этот момент вот из 4 самоустранился не пришлось за ним ехать не пришлось подставляться под бабаху настреляли уже 7000 урона тем временем счет 6 10 команда где-то вся насливалась вообще непонятно где пока что в разные стороны туда развернулись сюда развернулись далее сейчас яхт панзер скорее всего у нас умирает от бачата твп х там тоже непонятно что с бабахой будет делать наш герой вертится вертится что-то ну думает что делать как сделать вот мы смотрели бой клумбы там как-то то есть они играют сейчас ну примерно на одинаковый результат то есть эвелик тоже играет там на 5 500 на 6000 среднего играет на топ-1 там претендует на топ-1 в игре как там какой-то стан лог или вот сейчас клумба к этой вершине подбирается но смотришь за каждым и у каждого какой-то немного свой стиль игры немного свой кто-то более спокойно да кто у кого-то там чувствительность очень высокая у кого-то чувствительность очень низкая кто-то там больше движение мышки делать кто-то меньше здесь кстати переключил на фугасик переключил на фугасик наверное не знаю с интуиции не с интуиции можешь заранее вот далее одну по бабахи к сожалению нас высветили а как как кто высветил кто высветил я что-то не понял из 2 2 может быть какой-то или как это либо бабаха сама нас высветила очень хочется 2 фугас дать да вот с интуиции с интуиции очень хотелось 2 фугас дать но не получается здесь надо вперед обязательно сдавать по моему он немножко подставлялся сейчас под бабаху но не пошло вот так я говорил про разные стили игры и вот у каждого что-то отличается но у всех вот там смотришь стримы там репки не знаю станлока и велико там кумбы любых ребят которые играют на 5 500 у них у всех есть очень такая особенность то что во первых они играют чтобы настреливать такие цифры надо играть довольно агрессивно понятное дело что здесь в топе и там любой бы сыграл агрессивно но тем не менее да тем не менее вот и надо играть агрессивно но не упарываясь то есть они находятся очень очень близко к противникам очень близко к концентрации урона но при этом хп шаг теряют не так много как любой бы другой потерял ты можешь играть сколько угодно агрессивно но от этого не будет толку если ты в начале боя теряешься хп эти ребята умеют находить такие ситуации кстати вот ну 257 за счет калибра должен был пробиваться но получилось так что мы урон получили а как бы противнику не дали из-за этого теряем время ну нет снова не пробивается ну я тоже почему-то по умолчанию думал что в принципе калибра хватает и 257 полностью бортом выходящий должен получать но к сожалению нет к сожалению надо выцеливать именно верхнюю часть и наш герой теперь это делает да потеряли потеряли время потеряли урон возможно потенциальный дальше всяк панзер даст да к сожалению то есть сейчас бы уже было на там но на одну тычку по крайней мере больше потому что там одну не пробила и ягода успела это дать может быть даже нет может быть раньше был поролись и уже ехали бы сама убивали раньше может быть по сума еще бы одну получилось дать а так 11066 вот в конце немножечко да неприятно то что там бабаха не подставилась хотя там она может время задержала неприятно то что вот за 57 получилось но такой вот быстрый шустрый бой ну как быстрый для штурма штурм 10 минут идет здесь бой прошел за 8 11000 урона м4 на вот этой вот пушки достаточно прикольный так он мне не приближается почему-то вот м4 на этой пушке достаточно прикольный то есть если действительно и покупать этот танк то играть только так но будьте готовы до что здесь голда пробития всего лишь 280 бэшки 250 840 скорость полета кстати еще тоже слабоваты и фугасы кстати слабые очень слабые с 560 альфа бэшкой и всего лишь 640 фугаса то есть всего лишь 80 хп шик прибавка там есть какие-то танки типа 703 вода где бэшкой 390 а фугасом 530 вот прибавка типа 140 а здесь при такой альфе прибавка всего лишь 80 но хотелось бы чтобы фугасы там были хотя бы под 700 750 какие-нибудь да просто вот 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 это будет прибавка вот это вот будет там 720 хотя бы вот это будет серьезная прибавка это добавит танчику пользы какой-то да с учетом но он не самый хороший вот и прибавочка фугасах в нынешнем рандоме где есть интуиция где есть всякие там и бабахи и грели и фугасы пробивать сквозь катки принципе еще пробития можно немножко добавить вот ну ладно это уже не о том говорим давай посмотрим результаты я отпущу вас наконец-то на сегодня первый видос второй видос 11000 урона 300 на свет 3700 на танкованного 5 фрагов и твп еще 5 фрагов сделала на двоих десяточку от 1500 чистого опыта в целом бой не особо сложный бой не особо сложный но на стрель на 11000 почему бы не показать почему мне рассказать про такой танк как мx m454 я на нем тоже делал но у меня на нем рекорд был и может быть до сих пор есть я не знаю сколько сколько он играл давайте откроем давайте прямо так вот видосе без монтажа открывай мой не тот сайт открыл не тот сайт вот такой сайт надо открыть сообщества игроки да посмотрим сколько он там выдал мне интересно побил ли он мою среду х ну скорее всего да скорее всего да но это не точно так французики французики м454 49 боев 4780 до 4780 у меня на этом танке было 4500 ну и сейчас и я смотрел результаты всех игроков там за все время которые попадали в рейтинг в г и там а ну у меня даже было 5000 сессионка да я по моему попадал да 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 так и было я попадал в какой-то месяц топ-1 с 5000 сессионкой при этом не было других игроков вообще даже 4500 то есть я получается ну слился сплелся с этим танком не знаю почувствовал его лучше чем другие может быть не знаю давно на нем не катал надо бы наверно попробовать надо попробовать действительно оправдаю ли я свое звание одного из лучших игроков на м454 посмотрим спасибо всем кто смотрел это видео ссылочка на великом в описании он тоже стримит что клумба что эвелик стримят ребята играют хорошо делают там бои по 10 11 тысяч урона делают по 55 500 средухи но смотрят их немного смотрят там по 100 200 человек 300 иногда но это все-таки мало до для такого скилла хотелось бы чтобы скилловый контент на ю тубе присутствовал ссылки в описании есть на этом у меня все спасибо всем кто смотрел ставьте лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны долбите в колокольцы колокольчик на ю тубе прожимайте для новых видосов и стримов ну и увидимся в следующих видосах стримах всего доброго пока пока удастся в следующих видосах стримах а